У тарака на усики, у мальчуга на трусики, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики! Вас приветствует первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru и я, бессмертный и вечно позитивный печальный астронотус. В этом видео мы просто поговорим с вами о рыбе, которую зовут Таракатум. Многие называют эту рыбу Таракатум, наверное, сравнивая ее с Тараканом. Но правильно все же говорить Таракатум от латинского торакс, означает это панцирь. Прикол в том, что согласно Яндекс.Статистике, слово Таракатум ищут 5000 человек в месяц, а Таракатум всего 50. Это на самом деле очень любопытно, и вот мы решили записать ролик о рыбе и надеемся хоть слегка поправить эту статистику. И несмотря на то, что мы сами породили мем про анцитруса, статистика реально неутешительная. Что же касается самого сомика Таракатума, то это абсолютно мирный донный обитатель наших аквариумов. Эта сомоподобная рыба относится к семейству панцирных сомов, к которым также относятся все известные сомики коридоросы. Тораксы, как и корики, имеют бронебойный панцирь, образованный двумя параллельными рядами налегающих костных пластинок, расположенных по бокам их тела. С учетом этого Таракатумы очень устойчивы ко многим аквариумным невзгодам и обладают очень крепким здоровьем. Главное отличие Таракатумов от кориков – это размеры. Если корики для вас малы, то Таракатумная сосиска – это ваш выбор. Рыбы достигают размеров около 15 см. Что касается содержания сомиков, то тут все стандартно. Даже не будем перечислять параметры воды. Они типичны для всех тропических аквариумов. Главное, чтобы в аквариуме была хорошая фильтрация и аэрация. Отсутствовали завышенные концентрации азотистых соединений. Ну, как всегда, аммиак, нитрит и нитрат. Отметим также, что Таракатумы, как и Коридоросы – это стайные рыбки. Желательно их содержать в группе от трех хвостиков. Но если вы приобретаете одного сомика, то от скуки он тоже не повесится. Все будет достаточно неплохо. Минимальный объем для содержания одного Таракатума – 50 литров. Обратим ваше внимание на то, что у Таракатумов достаточно длинные усы. И часто они горят от азотистых соединений. Если вы видите, что у сомика нет усов, проверьте тестами параметры воды. Или обратите внимание на соседей. Не исключена также механическая травма этих самых усиков. Во всем остальном сложности у вас с Таракатумами не должно возникать. Отметим, что, как и все донные жители, Таракатумы предпочитают брать корм со дна аквариума. В этом плане такой корм, как Тетра Кори Шрим Пейферс, прекрасно подойдет для них. Корм тонущий и специально разработан для семейства панцирных сомов. Но в то же время, если у вас, скажем, один Таракатум, то его запросто можно прокормить любым другим стандартным кормом. Например, тем же Тетрамином в виде гранул, чипсов либо хлопьев на ваш выбор. Главное, чтобы корм долетал до дна аквариума. И еще отмечено, что Таракатумы вполне способны брать корм в толще воды и даже способны подниматься за ним к поверхности. Так что, друзья, проблем с кормлением у вас возникнуть не должно. В заключении ролика дадим подсказочку всем тем, кто хочет знать, кто у него плавает в аквариуме. Самец либо самочка Таракатума. Самец отличается от самки первым лучом грудного плавника, который имеет вид твердого костяного шипа, оранжево-красного цвета. Самка заметно полнее самца и плавничок у нее няшный, как рюшечка, безо всяких шипов. И еще интересно то, что нерест Таракатумов похож на нерест лабиринтовых рыб, петушков, лялиусов или тгурами. Они тоже строят себе пенное гнездышко и в нем поднимают свое потомство. На этом все. С вами был я, печальный астронотус и первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru Всем крутых и усатых Таракатумов и добра. Пока!